так на все можно начинать всем еще раз привет стрим будет в основном на русском языке для англоговорящих я использовал программу которая real time его переводит голос в текст первый раз этой штукой пользуюсь самому интересно как она справится с переводом находится значит перевод в левом нижнем углу где-то здесь я его сейчас не вижу там на стрим так стрим идет в трех местах на твиче вконтакте и на ю тубе выбирайте где будет удобней потом эта запись сохраню и выложу на ю тубе видео урок как данный стрим посвящен созданию генератора болтов собственность дизайнеры почему я выбрал именно такой способ создания болтов а не как это обычно принято сделать смоделировать болты какой-то программы например в 3d maxi а потом спечь на plane и получить необходимые чистые самая главная причина это потому что такой способ он подходит нет нет не под все ситуации и не под все размеры объекта например для наглядности если взять если я захочу с помощью этих текстур нарисовать болты на маль на игровой модели где маленькое разрешение текстуры ну и соответственно маленький текстур то и болт еще должен быть маленьким то при уменьшении болта некоторые детализация потеряется или сольется в шум но если у нас есть возможность но если добавить в это возможность регулировать детализацию то есть регулировать ее размер то мы сможем быстро и под любой размер изменить нашу детализацию вот я для примера пока готовился к трансляции сделал объект сделал болт в котором можно регулировать некоторые параметры так вот например мы можем регулировать форму отверстие для отвертки то есть больше меньше его сделать можем конкретную часть то есть все зависит от того какие какие функции мы сами положим вот это все это на другую систему например один одна полоска шире другая уже либо одного размера вот так же так можем регулировать так можем регулировать так же можно здесь у меня учтена возможность регулировать этот спил по контуру болта вверх на спил он распил вниз вверх на спил вниз в принципе при желании получить абсолютно два разных болта, регулируя только параметры это один из плюсов динамических болтов то есть например, вот тот пример, о котором я говорил, что при уменьшении болта например, если мы сделаем вот такой, замоделируем этот болт и захотим его уменьшить то у нас скорее всего пропадет вот этот вот, при таких условиях у нас будет очень плохо виден вот этот спил но под определенной ситуацией мы можем его, например, увеличить то есть даже маленький болт, но все равно все равно будем видеть наш спил так, и данный стрим в принципе предназначен для всех, в том числе и для новичков если даже вы первый раз запускаете Substance, просто постараюсь все делать медленно слишком буду, не буду слишком торопиться вы просто повторяйте все мои манипуляции и у вас получится такой же результат так, но перед началом хочется небольшой информации конкретно для новичков то есть весь принцип построения вот такого объекта как его назовем здесь он создается за счет нод и фильтров вот этих вот штук они делятся на два параметра то есть есть, которые генерируют какой-то рисунок, взор вот это, например, вот эту ноду а есть ноды, которые обрабатывают картинку входящую и способов обработки много ну и собственно за счет таких манипуляций за счет постоянной обработки картинки мы получаем какой-то результат вот это одна из этих нодов тут дальше по цепочке они все идут то есть первое это входящие это создание узора а дальше мы его обрабатываем ну и в итоге получаем какую-то определенную форму так находятся эти ноды в нескольких местах то есть одно из них это вот правой кнопкой если щелкнуть правой кнопкой по сцене в пустом месте сцены то здесь вот есть пункт add node здесь есть список нод это базовые ноды второе место это в разделе library обычно он но если интерфейс стандартный он скорее всего будет это внизу здесь находиться так ну его можно для удобства оторвать и другое место прикрепить вот здесь список остальных нод они тут список уже побольше то есть тут и ноды которые генерируют узор они находятся в основном в этом разделе генераторс ну и ноды которые совершают определенные манипуляции картинкой приступим к созданию сцены если меня плохо слышно то вы пишите нормально там все со звуком хорошо ли меня слышно музыка не перебивает мой голос так создаем новую сцену разрешение выберем тысча тысча так я себе сцену вот эту вот захвачу на другой экран будет мне служить шаблоном чтоб я не запутался и не топтался на одном месте так но создание болта начнем с подбора референсов собственно начиная любую работу я всегда ищу фотореференсы либо концепты то есть из головы никогда не делаю и всем остальным тоже так советую так вот я уже подобрал подобрал здесь болты которые мне приглянулись ну в первую очередь сделаем вот такой болт но с возможностью также регулируя параметры сделать из него сейчас найду сделать из него вот такой болт также сделаем обратную сторону этого болта так ну надо проанализировать фотку то есть у нас что у нас есть в этом болте ну основная форма понятно шестисторонний цилиндр также у нас есть шляпка ну у нас есть возможность сделать с ней или без нее так то есть шляпка сама форма болта буквы насчет букв будем ли мы добавлять пока что не уверен посмотрим как по времени пойдет потом спил и судя вот по этому болту нам необходимо сделать возможность регулировать данный спил вот здесь у меня другую форму другой характер также в этот болт можно если брать в данном случае здесь также есть эта юбочка но по моему она здесь слита должна быть возможность слить данную юбку с болтом так у меня перевод пристал работать на чем я остановился так да на болте то есть у нас есть должна быть юбка то есть мы ее можем убирать или добавлять и также должна быть возможность слить юбку с основной формы также в данном болте есть отверстие под отвертку и оно может быть нескольких видов но судя вот по этому болту хотя нет издругая немного форму так ну мы добавим два вида два вида наверно форму два два вида формы отвертки если поискать ну какие я возьму я возьму вот такой прорез и раз какой больше понравится выберу ну и вот такой звездочка если будем успевать то сделаем два ну собственно все с анализом закончили можно к самой сцене переходить так сразу создаем заливки для материала поиск 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 так шероховато сделаем примерно 90 инфору с дополням поиск довольно так и прохожден какая обычно использую инфи в Пользуя вот эту миру, называется Studio 03. На ней хорошо читается форма. Просто перетаскиваем ее в окно, и все, она включается. Так, теперь перейдем к созданию формы самой. Так как у нас шестиугольник, то нам необходимо найти ноду, которая генерирует шестиугольную форму. Так, для этого мы идем в полигон 1. Уменьшим немного его размер. Чтобы у нас было пространство для добавления других деталей. Например, юбки, которые будут под болтом. Так, сразу добавляем генераторы в нормал мапу и в оклюжен. Информация для новичков. Также можно ноды искать в специальном меню, которое вызывается при нажатии на пробел. Здесь можно вбивать название ноды. Ну, а если мы уже какое-то время работаем в дизайнере, то уже запомнили имена каких-то нод. В принципе, можно их здесь находить. Так, будет быстрее. Так, пока что не будем трогать эти параметры, потому что мы еще не придали формы. Поэтому непонятно, какую силу нам надо для нормал мапа использовать. Настроим немного попозже. Так, это так же не будем трогать. Так же делаем для них выводящие слоты. Так, кстати, да, эти выводящие слоты, они делаются для того, чтобы упростить применение самой текстуры. Все вот эти, вот получается, моменты, да, все информации на объект. То есть, когда мы их настроим, все вот эти выводящие моменты, мы потом можем назначить текстуры на объект, просто перетащив вот саму сцену на объект. Вот, например. Ну, сейчас тут каша-малаша, потому что не настроен до конца еще. А в противном бы случае нам пришлось каждую ноду вот так вот перетаскивать и в каждую свой слот назначать. Это долго. Куда быстрее один раз это все настроить, а потом просто каждый раз таким способом это все дело назначать. Так, это мы для нормал мапы сделали. Теперь сделаем для оклюжина. Обязательно надо выполнять эти манипуляции, иначе программа не будет понимать, что это такое, что это за текстура. Это Ambient Occlusion или нет. Так он точно понимает, что это Ambient Occlusion и знает, в какой слот его перекинуть, когда мы применяем на объект. Так, еще осталось хайдемапу создать. Так, туда перетащим наш объект. Так, ну пока что все у него нет. Так, все, все связи для материала у нас настроены. Еще раз на всякий случай перенесем. Так, ну и сразу советую сохранить сцену. Потому что если может вылететь, будет обидно. Все, вся сцена пропадет. Все, сходились. Все, начало положено. Теперь мы вот из этого болта, из этой формы точнее, будем делать объемную, большую форму болта. Для начала надо сделать фаску. Для этого использовать моду Bevel. Так, теперь сразу можно перейти к настройке материала. На данный этап. Для начала назначим на него материал стиселяция. Для этого. И вот в этот раздел. И нажмем здесь стиселяция. Так, после этого материал Default Edit для того, чтобы мы могли регулировать материал Destination Factor на полную. Включаем. Включаем и Scale. И регулируем Scale, чтобы получить подходящий размер болта. Так. Так. Также, да, еще такой момент. Если у вас вот этот вот объект, изначальный, не выглядит не как у меня, то есть тут какая-то другая форма, то для того, чтобы включить вот такой кубик, заходим в сцен. И выбираем вот этот. Кстати, я использую бесплатную музыку. В многих моментах какая-то совсем тоска. Если у кого есть ссылки на нормальную, бесплатную, бодренькую музыку, кидайте. Я ее включу. Да. Совсем что-то тоска. Так, ладно. Ааа. Не будем откликаться. Так. Пока что так. Ну а что мне не нравится уже на данном этапе, если смотреть на референс. Ну а если смотреть этот момент, то да, он в принципе подходит. Похоже, но мне кажется, должна быть возможность сглаживать вот эти вот углы. Чтобы они были не такими острыми. Поэтому на данном этапе этот момент уже можно добавить. Для этого добавим блюр. То есть наша задача сейчас добавить возможность сглаживать вот этот край. Скруглять его. Так, здесь мы сгладили, но нам нужна, в нашем случае нам нужна только форма. То есть нам не нужны вот эти вот мягкие переходы. Поэтому мы с помощью левела сейчас сделаем его максимально контрастным. Ну и получается вот за счет вот этого ползунка мы увеличиваем силу скругления. Сейчас туда настроим. Назначим это на обе, чтобы видеть его. 3D окне. Так, ну вот тут следующий момент выскочил. Здесь какой-то шум появился. Так, чтобы его убрать в ноде Bevel. Увеличиваем параметр Smooth. Мы не сглаживаем этот момент. Так, и теперь мы сразу можем вот эти параметры вынести в нашу панельку для регулировки. То есть два параметра у нас на данном этаже. Это один, который закругляет болт. Ну то есть вот эти закругляет углы болта. Второй это который задает вот объем, фаску. Так, опять перестал переводчик работать. Тоже вот так. Так, чтобы добавить данные параметры давайте с первого. Это первое у нас будет это закругление. Нажимаем сюда. Здесь выбираем параметр Expose. Здесь вводим имя. Как его назовем? Поехали! Усё. И теперь мы поднимем. Поехали. Поехали! так этот мы назовем так данный параметр можно посмотреть в сцене нажав на пустое место в сцене два раза так надо проверить чтобы в разделе лейбл было то же самое название по сути то что написано в лейбл то и будет отображаться у нас финальных настройках можем нажать вот на эту кнопку чтобы вызвать то как будет выглядеть настройки так для того чтобы они применились нажать кнопку apply приводим сейчас подходящему виду нажимаем apply возвращаемся к самой сцене так теперь мы так как у нас уже есть какая-то форма в принципе можно настроить нормал мапу генератор нормал мапа и окклюжен так здесь мы вводим нормал мапа выделил здесь мы вводим площадь этой поверхности пусть будет не обязательно вводить точные значения можно примерно пусть будет 3 сантиметра а выпуклость высота или высота пусть будет пусть будет тоже давайте площадь побольше сделаем немного так выглядит вроде нормально так но и также с окклюженом включаем здесь кнопку чтобы соответствие было с мировыми координатами ну и включаем гпу оптимизатор если нормальный вид яха чтобы быстрее работало не знаю есть ли смысл но в принципе в процессе работы можно поставить quality средний даже низко если помп слабоватый ну а под конец когда уже будет все завершено включить максимально я себе поставлю средний так продолжаем теперь добавим в эту форму спилов так по какой какая значит логика у нас при данной манипуляции то есть нам нужен другой нам нужна другая картинка которой мы грубо говоря по контуру отрежем ненужные моменты и судя по фотографии сейчас по этой это должно быть что-то цели такое сферическое и цилиндрическое так будем использовать сферическое скорее всего я думаю больше подойдет сферическое так для этого используем ноду шейп в ней мы можем выбирать разные формы вот здесь список форм так вот это я думаю больше подойдет так 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 Так, заранее добавляем Ноду для смешивания И получается режим Режим смешивания Выберем Darkin Сейчас настроим связь Так, что это значит? Это значит, что темные участки На данной картинке Будут заменяться Будут заменять Вот эту картинку То есть, например Вот здесь у нас видно, что По форме, да, там где у нас черное За пределами формы Ничего не произошло Почему? Потому что здесь картинка светлее Так, добавим level Чтобы отрегулировать этот вот момент Чтобы у нас появилась Плоская поверхность То есть, регулируя вот этот параметр Мы, получается, задаем Вот эту вот белую область Которая ничего не делает С этой картинкой Потому что она равна То есть здесь белое, здесь белое И поэтому ничего не происходит Там, где черное Он заменяет То есть, получается, отрезает Так, если мы будем делать темнее Вот этот момент Вот этот ползунок То мы, получается, будем регулировать Глубину вот этого прореза Ну, тут логика Если кто моделировал Тут логика, в принципе, как Буллиновское моделирование То есть, мы взяли вот эту форму И вырезали из нее что-то Так, сразу добавляем эти ползунки Вот эти вот параметры Так, это у нас, получается, мы верх регулируем Назовем его Напильник Вверх Так, этот назовем Пильник Вниз Так, сразу проверяем Так, в принципе, конечно, смотря на эти параметры Не особо понятно Ну, по цифрам, как они работают Для того, чтобы это привести В Как-то В логический В логические цифры, да Надо будет, конечно Делать Определенные манипуляции Но Для первого Стрима Это сложновато будет Это, я думаю, на следующем Стриме Я этот момент покажу Как Покрасивше это все сделать Попробуй читать Так, что же этот переводчик отключается Надо будет потом посмотреть Что можно с этим сделать Так, продолжаем То есть этот момент мы добавили Следующее, что еще можно добавить Давайте на референс посмотрим Так, теперь вот Есть тут такой момент Углубление Добавим его Так, так же Еще вот одна информация У ноды Blend Всегда отключайте Чаще всего отключайте Вот этот пункт Ignore Alpha Для того, чтобы ускорить работу Данной ноды Так, давайте Кстати, настроим нормально Вот этот вот Спил Добавляем blend Для следующей манипуляции Здесь выбираем режим наложения Так Форма у нас Цилиндрическая Будет Форма выреза Используем Так же ноду Shape Но здесь выберем Диск Используем ноду Bevel Для того, чтобы создать фаску Этому диску Кстати, да Вот еще Что-то я забыл сказать Информация для новичков Для того, чтобы Перетянуть связь С одной ноды На другую Исходящую связь Надо зажать Shift И левой кнопки мыши Перетягиваем На Как бы Исходящую информацию В другой ноде Так же еще есть Control Кнопка Если мы Например Во входящую информацию Нажмем с Control То он Возьмет Эту информацию И если Control Не отжимать Мы можем его В несколько Мест Сразу вставить Сейчас продемонстрирую Вот взяли здесь информацию Control Не отпускаем Вот И мы можем Несколько нод Передать информацию Если Shift Потянем То Мы оторвем То есть Когда мы с Control Берем То мы оставляем Вот эту связь Так Теперь нам необходимо Режим смешивания Выберем Абстракт В данном случае Здесь Ignorate Так Настроим Необходим Радиус Здесь Необходим Силу Так А здесь Настраиваем Необходим Чамфер Иногда Полезно Смотреть Это все Как это все Выглядит На нормал Мапе Чтобы понимать Как это будет Выглядеть На игровом Например Объекте Если мы будем Накладывать Это На какой-то Игровой Лаурез Сгладим Сгладим Не было Лесенки Сгладим Фаску Так Теперь Данному Данному Рельефу Необходимо Дать Возможность Включать И выключать Потому что Судя по Референцию У нас Есть болты Где нет Такого Выреза Поэтому У него Должна быть Функция Включения И выключения Для этого Используем Switch 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 У нас Переключает Между двумя Режимами Когда здесь True У нас Работает Первый Первый Слот Когда выключено False Работает Второй Слот Так Проверяем Вот Они работают Так Теперь Данный Параметр Нам надо Вынести Во все Основные Параметры Так Назовем Как Он Назовем Чтобы Не сидеть Не думать Detail 1 В принципе Так Нормально Вы можете Назвать Как хотите Как будто Удобнее Понятнее Так Проверяем Так Также Хочется Добавить Данному Данному Рельефу Возможность Менять Размер И Фаску Так Размер У нас Меняется В первой Ноде Scale Назовем его InSize Так А здесь У нас Меняется Фаска Назовем его Detail 1 Chamfer Chamfer Так Сейчас попробую Другую музыку Включить Друг Кинул Может Там Получше Будет Повеселее Музончик А то Тут совсем Какая-то Тоска Черт Так, теперь проверяем добавленные наши параметры. Сразу посмотрим, какие здесь у него имена. Так, давайте сразу сделаем, чтобы они были одинакового вида. Также у нас уже появилось много параметров, и в них, в принципе, можно запутаться. Вот если вот так, да? То, что непонятно. Но мы можем обобщить какие-то параметры в группы, чем упростим понимание, кто за что отвечает. Так, для этого, ну, возьмем, например, дед 1. То есть, это все у нас относится к детали номер 1. И здесь вот в разделе группа, в объем, вставим, точнее, имя дед 1. Как это теперь будет выглядеть? У нас, получается, вот это все перезгруппировалось. Ну, и мы понимаем, что все эти настройки, они отвечают за данную деталь. Так, кстати, напишите, кто живой есть, напишите, как это слышно, видео как вообще идет. Нормально все? Я вообще не понимаю, все ли хорошо. Так, сразу настроим до необходимого вида. Так, открою референс, чтобы из головы не придумывать, какие там размеры. Так, вот этот параметр, кстати, вот, очень непривычный с этим параметром, да, то есть, непонятно, куда его двигать. Но, в данном случае, нам необходимо только в минус его двигать. И нам слишком большие параметры не нужны, они только будут намешать. Вот, и поэтому, чтобы упростить себе жизнь, мы, как сделать, сейчас настроим. То есть, вот здесь вот, сделаем максимум 0, минимум сделаем минус 0, например, 2. А по дефолту сделаем, ну, пока что 0. 0, и сейчас проверим, как это работает, и заодно подберем нормальный параметр. Вот, все, теперь хоть нет вот этих больших разбежек. Единственное, очень странное, для человека, не понимаю еще, почему минус, почему мы движемся в минус. Но, как уже говорил, этот момент я потом расскажу, как привести к нормальному виду. Так, еще какой параметр хочется имести, наверное, глубина все-таки. Можно было регулировать глубину. Так, глубину мы регулируем вот здесь. Пасити. Добавим. Он ругается из-за того, что похоже имя, и сразу стирает. Мы пишем пока. Так, ответим. Все норм. Спасибо. Макс. Спасибо, Макс. Спасибо. Так, значит, это у нас дед 1. Все. Проверяем, как работает. Так, единственное, теперь надо новому параметру также добавить в группу. Так, и все-таки наверное, сгладить это. Хотя нет, но все равно это потом еще сгладим. Поэтому пусть пока что будет так. Так, ну этот параметр мы добавили. Теперь на данном этапе что нам еще надо добавить? Обратимся к референцию. Ну, разрез вот этот вот мы пока что добавлять не будем. Пока что больше ориентируемся на создание вот такой формы. Ну, потому что в ней все-таки меньше информации. То есть мы вначале сделаем такой болт, а потом уже усложним. Создав такой. Так, ну что на данном этапе мы можем сделать? Мы можем сделать юбку. Сколько видов вот таких вот дополнительных юбочек у нас может быть. Мне вот, кстати, нравится вот этот момент. Ну, это, конечно, на обратной стороне. Но почему бы его не добавить возможность сделать так же на этом болте? Поэтому мы сделаем две юбки. Одна будет вот такая. То есть это типа она отдельная. А вторая это будет такой болт, но по-моему, вместе, а не с литой. Так, пока что отключим вот этот вырез. Он ему не нужен. Так, все поломалось. Так, что-то случилось с каким-то из параметров. Объект поломался. Какой параметр у нас сломался? У нас сломался вот этот параметр. Вот, если такой момент появился, то есть какой-то параметр у нас поломался, мы можем вернуться к ноде, где этот параметр сломался. Вот, в нашем случае это дистанц. Нажмем вот на эту стрелочку надо попасть. Потом нажать клин. Мы очищаем таким способом. Так, и заново его добавляем. Назовем болт чайфер. Так, идем к настройкам. Так, для начала настроим данную форис. В будущем я пока что не мешал. Так, настраиваем чайфер. А потом настраиваем прорезь. Прорезь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сохраняем на всякий случай проект Так, теперь Вот это все дело переносим вверх Чтобы оно Все красиво было Так, также смотрю, поломался вот этот параметр Блюр Делаем с ним то же самое Делаем с ним то же самое Переносим его вверх Так, сразу правильные имена В лейбл переносим Так, ну и сразу хочется на этом этапе Тоже сгруппировать вот эти параметры Пусть они будут относиться Типа основная форма Внимаем его на основная форма Так, и пока что отключим Этот вырез Он мешает Делаем, пока что Обычную версию болта Так, всему этому делу Все как-то выглядит очень остро Не хватает Небольшой сглаженности Для начала вот этот, кстати Меньшим в этот момент Он мне не нравится Он чуть поострее Так, то есть в целом Сгладим Весь объект Чтобы не было вот этих Остых вот этих моментов Они Некрасиво выглядят Когда в таком состоянии Чуть-чуть их надо сгладить Ну вот, например Так Может еще чуть-чуть Так, информация для новичков Если зажать Ctrl-Shift И правой кнопкой Вводить в 3D-окне То крутится источник освещения В сцене Для того, чтобы блик Смотреть, как играет На объекте Можно даже побольше Так вот Так, теперь что мы хотим сделать? Теперь мы хотим сделать юбку Для начала сделаем юбку Которая отдельно от болта Так, стараемся следить за аккуратностью сцены Потому что Под конец не будет этих нод Приличное количество И можно запутаться Останавливаться неаккуратно расположены Потом вот При открытии сцены Будет вообще непонятно Что где лежит Так, за основу возьмем опять Тот же shape Scale сделаем побольше Также используем bell То, чтобы придать Фаску Объекту Сразу все это В смешивание Добавляем Сделаем Режим light В данном случае Больше подойдет Но объект у нас сейчас Очень яркий Поэтому он закрывает Весь болт Нам надо его Ну то есть Грубо говоря Когда он белый Да Это значит Что у него максимальная выпуклость Ну а нам надо Выпуклость поменьше То есть для этого Называем level И уменьшаем Какая печальная музыка Началась Уграть Так Ну и делаем его Темнее Ну и следовательно Мы Таким образом Опускаем его вниз Вот Даже Сейчас Наглядно Это было Что в самом 3D объекте Можно было Посмотреть Вот То есть Мы его сейчас Темнее Делаем Все Он Опускается Вниз Так Теперь Слишком Большой Радиус Уменьшаем Радиус И Слишком Большая Фаска Получилась Так Чуть Сгладим Опять же Давайте На данном Этапе Посмотрим На нормал Мап Как он Выглядит Вообще Нормальный Нет Нормал Нормал Так Оклюжен Тоже Нормал Так Единственное Мне Не нравится Что Использую Бэвл У нас Получается По кровям Такой Сильный Шум Который Все равно Видно Если Нормально Так Сгладить Так Попробуем Тогда Рассмотрим Другой Вариант Создание Такой Юбки А Ну Кстати Причина Почему Так Происходит Но Это Как бы В самом Бэвл Есть Минус Такой Он Когда Создает Юбку Он Почему То Делает Ее Негладко Сейчас Попробуем Несколько Вариантов Кажется Даже Если Мы Дадим Сглаженную Информацию Он Все равно Сделает Пикселизацию Этот шум Ну Да То есть Ну Это Недостаток Бэвла Поэтому Надо Подумать Про Другой Способ Смотрите На Слишком Сглаженных Объектах Он Не Справляется И Делает Такой Шум Поэтому Мы Изначально Используем Какую-нибудь Гладкую Форму Такую И С помощью Левела Как бы Увеличивая Площадь Белого Мы Регулируем Эту Фаску И В данном Случай Должно Быть Все Поаккуратнее Да Так Теперь Сгладим Ее Чтобы Открай Не был Таким Острым Но Используем Другой Блюр Тот Который Мы До Этого Использовали Используем Вот Этот Сейчас Объясню Почему Вначале Сделаем Так Чем Он Отличается От другого блюра, сейчас я добавлю тот блюр, который мы использовали до этого, так, если здесь я сглаживаю, то тут сглаживается картинка полностью, в том числе и вот этот край внешний, а нам необходимо сгладить только вот этот угол, при этом чтобы не сглаживался внешний. У стандартного блюра нет такой функции, а у данного блюра есть данная функция, во второй слот передается маска, по которой мы хотим сглаживать, но в данном случае мы создали, то есть вот так выглядит наша юбка, так выглядит форма, по которой мы сейчас ее сгладим, то есть и вот если я сейчас буду сглаживать, можно видеть, что край не остается, остается как, вот если сравнить, да, как тут, как тут, край остается острый, сглаживается только фаска, только вот этот угол фаски. Ну, наглядно можно видеть, как это работает. Так, это мы добавили юбку, которая не стыкуется с данным болтом. Теперь, какие параметры мы хотим добавить в нее? Ну, то есть явно это радиус и размер фаски. Так, радиус. Это у нас, за радиус у нас отвечает параметр scale. Так, это мы назовем деталь 0,2. Потому что, чтобы я не сидел долго, не тратил время на придумывание названий. Буду использовать просто деталь 1, деталь 2. Так, за размер фаски у нас отвечает level, а конкретнее параметр, который, вот второй. Назовем его Таль 2. Чамфер. Так, проверяем. Так, сразу же в группу добавляем. Так, не забываем сохранять. Сцену, нажав Ctrl S. Все работает нормально. В принципе, можно было бы еще добавить сюда параметр, который отвечает за толщину данной детали. Но, в моем случае, это не надо. Вы можете для тренировки себе добавить. Так, теперь добавим следующий вид юбки, которая будет слита с болтом. Доблируем. Добавляем сразу смешивание. Также используем режим минимум. Так, и посмотрим на референсии, как она выглядит. Что у нее есть? Во-первых, видно, что она не прямая, а под углом. В отличие от первой. Нам надо добавить такую же функцию. Так, кстати, мы забыли добавить в первую юбку. возможность включать и отключать. Так, для этого что мы делаем? Для этого опять добавляем свитч. Так, отправляем в его параметр. Так, передвигаем его выше. Так, передвигаем его выше. Если сразу со старта дали неправильное имя, но вот когда вот, экспоуз вот этот, вот здесь вот, то ничего страшного, всегда можно его, вот когда он здесь появится, его можно переименовать. Так же совсем не обязательно, чтобы вот этот имя, находящийся в этой области, совпадало с имяем в строке label. То есть, это может быть разные вещи. То есть, здесь это идентификация, это то, что видит нода, да, а здесь label, это то, что будем видеть мы в конце, вот когда вот на эту кнопку нажимаем, ну или когда откроем фильтр, например, в другом месте, то мы будем видеть вот именно вот это имя. Так, смотрим, все, выключили, лайк. Так, здесь мы отправляем, точнее выбираем режим максимум, и тот режим, кто-то выбрал. Так, теперь делаем деталь темнее. Так, ну, нам получается здесь нужно несколько параметров. Если нам необходимо, вот на данном этапе у нас есть, у нас нету, вот этой на юбке нету фаски. То есть, нам надо ее добавить, но при этом, чтобы у нас сохранилась вот эта вот выпуклость. Выпуклая форма, округлая. Так, для этого, и чтобы это было еще и в параметрах, чтобы мы могли регулировать и радиус, и размер фаски, и при этом, чтобы выпуклость оставалась. Так, для этого сделаем несколько левелов. На одном сделаем фаску. Так, скопируем ноду с прошлой ноды, чтобы ускорить себе работу, которые сглаживали нам вот этот угол. Так, теперь надо добавить в это дело выпуклость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, попробуем вариант, просто смешав финальную картинку с картинкой первой. Смотрим... Продолжение следует... 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 Так, я сейчас попробую еще один вариант Если получится Другой режим смешиваем Используем режим смешивания с абстракт Настраиваем остальные параметры Так, сглаживаем Переборчик получился Другой режим смешивания Теперь нормально Так выглядит Как надо Теперь выбираем, что из этого всего мы будем регулировать То есть это радиус данной юбки Паска данной юбки Ну, в принципе, все Остальные, я думаю, параметры особо не нужны Ну и также параметры, где мы будем включать и выключать данную юбку Так, то у нас будет деталь 3 Радиус 3 детали Так, радиус сбился Сейчас донастроим Вначале Все параметры добавим Так, теперь добавляем Параметры, где мы будем включать Так, в отличие от прошлых вариантов, сделаем здесь немного по-другому Сейчас мы добавим свитч Который будет у нас переключать Между этой картинкой и между этой картинкой Так, сразу его Отправляем Отправляем В наши параметры Даем правильные имена И группу Так, сразу проверяем все Все окей, но только вот мне нравится, что Включение и выключение находится внизу Сейчас переместим его вверх Проверяем Проверяем Кстати, проверим сразу, как это в других местах Все окей Так, то есть получается мы Основную форму сделали То есть вот этот болт Так, теперь переходим вот К этому болту Так, добавим деталь Один назад Глубину отрегулируем Субтитры сделал DimaTorzok Так, заглядя на это Хочется теперь добавить возможность Менять радиус болта Субтитры сделал DimaTorzok Так, сделаю все-таки так, чтобы он менялся Весь болт полностью То есть вместе с юбкой То есть какой-то один параметр Который будет Снять размер сразу всего Чтобы не проходить по каждому отдельно Так, для этого используем Тайл генератор Здесь Вообще данная нода, она генерирует Мы любую картинку, которую сюда положим Ну или выберем здесь из списка Он ее здесь дублирует И располагает, в общем, определенным образом Как мы ее настроим Но нас не интересует сейчас Множество вот этих картинок Нас интересует только один вариант Который будет в середине И размер которого мы сможем менять Так, где-то мы здесь один выбираем По горизонтали и по вертикали Так, выбираем параметр, который сглаживает Теперь нам надо выбрать Настройку, которая будет Отображать здесь нашу картинку Которую сюда Переместем Вот здесь у нас Паттерн Паттерн type Здесь выбираем Image input И он загрузил нашу картинку За счет параметров С параметра scale Мы регулируем Размер Болта Целиком Также добавим этот параметр К общим параметрам Назовем его All Scale Кстати, вот я сейчас еще поменяю нормальное имя У детали 1 Чемпфера Так, all scale All scale Наверное, в самый верх сделан Как-то логично, если он у него в самом верху Все сохраним Так, теперь посмотрим на Reference Ебка у него все-таки Как в первом варианте Да Но в то же время Она с ней слита То есть нам надо будет По-видимому Нам надо будет добавить В первую ебку Возможность Слиться С верхней детали Так же Если посмотреть Вот на Эти вот спилы Они здесь имеют Другой характер То есть они Получается Здесь они Маленькие А здесь они Практически идут до конца Сейчас вот Ищем Вот рядом Поставим Наглядно Видеть разницу Какой здесь спил Какой здесь Ну в этом нам Поможет Параметры Которые мы уже Добавили Добиться Такого Результата Тут ничего Нового нам Добавлять Не надо Какой-то Цифры Бить Цифры Бить Так Ну и После этого Добавляем Вырез Подотвертку Так Значит Первое Что мы делаем Это делаем Первую ебку Так Это отключаем И добавляем В нее Добавляем В нее Возможность Сглаживать Немного Чайфер Пониже Чайфер Почему-то Не работает Вообще Ничего Не работает Не триняюсь Я же Не включил Примерный Включили Примерный Вид Аплай Теперь добавим Возможность Сглаживания Так Чтобы Ускорить Работу Просто Берем То Что мы Делали До этого Сглаживания Так Сглаживание Которое Мы делали На детали Три Но я Вот тут Смотрю Какая-то Что-то Странное Происходит Нам не нужен Вот этот Внешний Опыт Убрать Настрой Левел Копируем Сразу Все Ноды Контрол С Так Контрол В Контрол Продолжение следует... Приходится заново настраивать все полосочки, чтобы они аккуратно все располагались. Так, возможность сглаживания добавлена. Все надо отрегулировать. Так, и нам надо добавить возможность, чтобы мы включали и вот это сливание. Включали и выключали. Потому что эта же юбка у нас будет в первом варианте, где она отдельно. Где она отдельно и не совмещена с верхним болтом. Так, для этого добавим еще один свит. Так, сейчас проведем, а то все поломается. Ладно, потом настроим связи, потому что точно будем уверены в том, что... Ничего нового добавлять не будем. Так, добавляем ее в параметры основные. У нас получается деталь 2. Назовем ее как буллин, наверное. Сразу же проверим. Как она у нас. Сразу проверим ее на основных параметрах. И уложим ее в необходимую группу и переместим к своей группе. Ну пусть будет она вверху, наверное. Сохраняем проект. Проверяем сразу, как она работает. Точнее он. Так. Все. Все окей. Так, применяем. Пусть остается. Так, теперь переходим к разрезу. Надо его проанализировать. Подумать, как лучше всего его сделать. Но на данной картинке его плохо видно. Посмотрим в других местах. Ну вот мне нравится вот очень вот эта картинка. Здесь вид сверху. Но при этом хорошо читается все внутренние объемы. Вот если, например, сравнивать с этой. Ну тут непонятно. А, единственное, что мне нравится на этом варианте, это вот эти спилы. Их тоже, наверное, добавим. Но если смотреть на саму эту крестовину, она тут скучноваться смотрится. Просто кого-то вдавили. Так, давайте еще варианты посмотрим. Но здесь тоже самое. Скучно. Такой вариант мне не нравится. Ну, вот здесь, кстати, похож. Так, все. Вот это будет ориентиром у меня. Так, но надо теперь проанализировать, что у нас в данном узоре. То есть у нас есть плавный переход от основной формы. Также у нас еще есть вот такая форма. Чамфер такой интересный, который не просто юбка, а весь внутрь. То есть, получается, он идет от этого края и постепенно эта юбка увеличивается к центру, к центру вот этой вдавленности. Также у нас есть внутри вот этот крестик. То есть все эти моменты нам надо воспроизвести. Так, и сразу надо подумать, какие параметры, заранее подумаем, какие параметры выведем в настройки. Ну, и как я уже демонстрировал в самом начале, сделаем возможность регулирования ширины каждой линии, то есть горизонтальной и вертикальной. Также настроим возможность увеличивать размер всей вот этой крестовины, этой формы. А также увеличивать или уменьшать определенную длину линии, то есть горизонтальной или вертикальной. И, пожалуй, все. Больше никаких параметров. Но если походу что-то придумается, добавим. Начнем с создания линий. Для этого используем тайл-генератор. Сделаем две формы по вертикали. Берем глаживание. И сделаем так, чтобы верхний и нижний отличались по цвету. Так, теперь нам для чего это сделать? Для того, чтобы посередине создать edge и была возможность его регулировать. Дальше используем edge. До этого я уже рассказывал о нем. Он видит два разных по цвету пикселя и делает по нему такой edge. А регулировать... То есть, получается, мы сейчас получили горизонтальную прорезь. Вот здесь мы регулируем ее ширину. Так. Дублируем эти ноды. Теперь создаем такой же, но вертикальный. Здесь делаем один. Здесь делаем два. Дальше смешиваем полученные линии, чтобы получилась крестовина. Так, ну а я тут заметил минус. Edge Detected также увидел разность в пикселях по краям. Нам этого не надо. Для этого у Edge Detected надо отключить режим Tile. Для этого здесь Tile Mode надо выключить. Для того, чтобы он не анализировал информацию, которая находится за пределами основного квадрата. Здесь также. Так, смотрим. Все. Теперь у нас получилась только крестовина, но крестовина у нас острая. А если посмотреть на референс, она здесь такая гладкая. То есть, вот здесь вот этот внутренний угол, он с гладким переходом. Сглажен. То есть, теперь нам необходимо это сгладить. Для этого мы используем еще раз Edge Detected. Здесь маленький параметр, правда, делаем. Хотя, ладно, ставим параметр, который... Такой, чтобы у нас, получается, все посадилось черным. Так, сейчас давайте проверим, как работать параметр. Просто есть странный момент один. Так, то есть, когда у нас Edge Round нас выключен, у нас внутри все белое. Если мы его повышаем, у нас сразу заполняется черным. Здесь, да. Здесь, в принципе, можно маленький параметр сделать. А здесь сделаем на максимум. Ну, то есть, это вот и будет наше закругление. И, но мы дадим возможность его регулировать. И на всякий случай, чтобы у нас в дальнейшем, да, не было вот такой картины. Если мы вдруг вот здесь выберем маленькое закругление, да. Вот этот момент исправим сразу. Как мы это сделаем? Мы смешаем, получается, Edge. Так, эта музыка, она не раздражает. Что-то... Давай следующее. Так, теперь, получается, вот этот смешаем с прошлым вариантом. Используй режим уважения. Минимум. Все, теперь у нас точно не будет вот такой проблемы. Так, сразу настроим. Закругление. Пока что еще непонятно, какое закругление нам надо. Возьмем примерно. Пока что такое. Так, теперь... Теперь что нам надо добавить? Теперь добавим... Добавим вот этот вот переход в фаску. Переход от, получается, вот от края линии внутрь. Для этого используем шейп. Возьмем форму... Пирамиды. Настроим его... Левом. Это что-то петь эта музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смешиваем нашу крестовину с этим рисунком Использую режим наложения Maximum Light Теперь добавляем смешивание с основной формой Так, пока что используем режим наложения Multiply, потом будет другой Теперь настраиваем размер за счет вот этого скейла Так, зря я этот параметр трогал Так, вот мы получается сделали Почти похожая Единственное Толщина большая Поменьше сделаем Толщина небольшая Поменьше чуть-чуть сделаем И закругление сильное, мне кажется Так, теперь добавим Вот этот момент Юбку, которая идет От углов И увеличивается К центру Так, для этого будем использовать Slope И Shape И Shape Ну а у Shape сделаем Форму Конус И инвертируем картинку Так, посмотрим Здесь ее можно инвертировать Для этого используем Ноду специально Для того, чтобы инвертировать Субтитры создавал DimaTorzok Так, как работает Вот эта вот Нода Slope Что она вообще делает То есть Мы взяли Изначальную картинку Вот это Перекрестие Большого Получается Там, где еще не обрезано Не вот этот вариант Вот этот И Начали его сглаживать Внутрь Но как Например Эта нода Может понять В каком направлении Сглаживать Вообще То есть Понимает она Это Анализируя Вот эту картинку Которая идет В слот Slope То есть Эта картинка Ей говорит Что Движение Как вообще строится От белого К черному То есть Эта картинка Говорит Чтобы Сглаживание Происходило Вот из этой области В центр Ну и таким образом У нас получается То движение Если я сейчас По чуть-чуть буду двигать Вот мы видим Что он ее Сглаживает То есть Он ее тянет Да Вот это вот место Он тянет вниз Ну вот здесь Вот есть еще Количество Вот этих вот Шагов То есть То же Если их регулируя Да Можно В принципе Видеть Как она идет То есть Вот оно Движение Вот этого края Внутрь Соответственно Если мы делаем Много Вот этих вот Самплов Ну у нас Повторений Много Ну и мы Получается Как бы не видим Получается Сглаженный вариант Также Тут есть еще Разные режимы Есть в режим Блюр Это когда просто Все сглаживается И черное И белое Есть минимум Это когда Когда мы увеличиваем Вот он почему-то тут Ну понятно Почему Плохо работает Если я сейчас Вот так вот Закину Будет видно То есть Он наоборот Тянет белое То есть Черное Он Не тянет Просто Такой Ненаглядный Вариант То что Показать разницу Так Если использую Максимум Вот видно Ничего не происходит Потому что Он работает Только с белым То есть Когда я Включил Максимум Все Получается Белую область Тянет внутрь Так Теперь нам надо Это Дело Смешать Не будем Новый план Создавать Сюда Перетащим Так И теперь Смотря на Объект 3D-акне Регулируем Силу Вот этого Сглаживания Получая Необходимую Картинку Сравниваем Ну Почти Похоже Единственное Габариты Здесь Все-таки Пошире Ну Это Такая Такой Момент В нашем Случае Можно Быстро И Копируем Копируем Сюда Чтобы Одинаковый Размер Частер 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 Так Теперь Вот эти Все Параметры Так Стоп Мы же Еще Хотели Добавить Добавить Сюда Вот Такой Узор Давайте Сразу Добавим А после Этого Уже Будем Выносить Параметры Для Регулировки Так Найдем В базе Подходящий Узор Кажется Очень Подходит Убираем Здесь 4 Поворачиваем На 45 Градусов Так Трегулируем Главную Силу Так Размер Трегулируем Немного Сгладим Конвертируем Картинку Чтоб можно было Чтобы вырез был черным Можно было Мультиплием Вдавливать Его Так Сразу Наглядно Регулируем Размер Трегулируем Трегулируем Картинку ・ Т è Трегулируем Продолжение следует... Так, и уменьшаем, чтобы она не была такой контрастной. Сверяемся с референсом. Линия надо... Поострее. Так, ну теперь закончили. Наверное. Хотя так, сейчас еще подумаю, что сюда можно добавить. Так, ну... Сгладить бы это дело... Так, давайте... Узор... Сама крестовина получилась... С шумом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, напитно, что переводчик не работает. Надо будет попробовать его настроить после стрима. Так, все, теперь скорее всего все, теперь выносим параметры для регулировки, которые мы хотим регулировать Так, в первую очередь толщину этих горизонтальной и вертикальной линии Так, это у нас что-то горизонтальное Это у нас вертикальная Так, теперь закругление Ну, в принципе, можно таким и оставить Так, теперь размер Так, вынесем каждый размер по отдельности То есть получается По горизонтали, по вертикали Так Назовем его Так, это у нас будет деталь 4 Так, теперь параметр вот этот вот То есть нам надо включить ему возможность регулировать размер А также возможность его включать и отключать В первую очередь добавим включение и выключение Так, теперь давайте давайте посмотрим так проверяем сразу выключили добавляем будет у нас деталь 4 включение выключение так теперь добавим параметром которым будем регулировать размер почему я назвал деталь нет это деталь не 4 у нас будет пусть будет деталь 5 вернемся так и 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 проверяем эти параметры и и и сразу добавляем в группу и и Даем правильные имена и группы всем остальным. Сохраняем проект. Проверяем все, что добавили. Деталь 5. Группу надо по-другому назвать, но она выбивается. Проверяем. Выключаем, выключаем. Работает. Размер. Работает. Так, у детали 4 проверяем. Размер. Работает. Закругление работает. Весь размер. Так, почему он весит? Нам надо не весит. Не тот параметр вынес. Возвратимся. Так, этот параметр мы делаем clear, а этот наоборот нижний выносим. Такой ему подойдет. Так, проверяем. Перетаскиваем его вначале. К своей группе. Даем ему группу необходимую. Так, проверяем. Так, все работает. Так, единственное, имена здесь неправильные. Сейчас исправим. Так, Edge Light. Это получается Horizon. Так, теперь нам надо не дать возможность включения и выключения вот этой формы. Так, ну, для начала проверим, какую вещь. Так, что будет, если мы будем увеличивать параметр, да, вдруг мы захотим вот такой результат. Раз, на референсии найдем. То есть, мы хотим, чтобы прорезь, да, выходила за пределы болта. Вот как, или здесь, или здесь. Что, как будет это выглядеть в нашем случае. Так, выглядит это так, выглядит это странно. То есть, он просто взял и вдавил вот этот край. Просто взял и вдавил. Хотя, по идее, здесь должна быть на линии, как бы, насквозь. До конца, без всяких вот этих вот дополнительных рельефов. Это происходит, потому что здесь мы используем режим наложения Multiply. Так, нам необходим режим наложения Minimum. Какой же он пошел, неинтересный. Так, секундочку, все-таки поищу какую-нибудь еще музыку. Совсем какая-то умная. Как или, а это кто-то почитать, чем так и без honна. Вот где которыйочек мне нужно искать крупная коммерка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получается какая-то информация здесь светлее... То есть, например, вот эти вот... Вот эта детализация, она светлее... Поэтому она сюда не попадает... Так, для этого попробуем... Затемнить картинку в целом... Поймав определенный параметр... Так, но при этом у нас... Затемняется картинка вообще... Вся целиком... А нам надо, чтобы затемнялся только вот этот узор... Так, для этого смешаем два варианта... Картинки... Так, для начала создадим... Силуэт... Нашей формы... Нашей детали... over factors! Нашей частей высоту! Затемная стыка! Не и 식исп jobbar за труда! Если у нас происходит все... by everybody... Наш... Возьхлоп! Попробуем теперь вот этот вариант использовать Так, тоже картинка получается неудовлетворительной Пропробуем хистограмм скан Так, заблюрим вот эту картинку Чтобы не было вот этого рваного рисунка по корням Так, в принципе ок Но единственное, теперь надо сгладить весь вот этот край Так, для этого Что нам понадобится Так, для этого нам надо создать форму всей вот этой детализации Так, для того, чтобы не было Так, как в прошлый раз нам теперь необходимо получить край данной формы Потому что мы хотим сгладить только край То есть мы не хотим сгладить то, что внутри Для этого используем Edge Detected Так, и сглаживаем эту всю картинку Здесь два варианта Один не сглаженный вариант А второй это сглаженный вариант Так, для начала Подберем значение для сглаживания Ну примерно такое, да? Так, и используем маску для сглаживания Для смешивания точнее Так, сделаем ее пошире Что явно не хватает пространства Так, и сгладим ее Так, проверяем, что было до этого Все, отлично Так, теперь проверим Как у нас работает увеличение Для чего мы это вообще все делали Чтобы у нас была возможность регулировать длину Вот этих вот линий Ну и они как бы прорезали А они ложились поверх И запускали весь рельеф Проверяем Это у нас деталь 4 Так, увеличиваем размер Так, почему-то все равно Ну прорезает Странно Так, оставим этот параметр включенным Чтобы посмотреть Как тут это все срабатывает Так, а, ну все, я понял Тут потому что opacity стоит Надо opacity побольше сделать То есть 100% должно быть Заменение Что до этого он получается Как это стояло меньше, да? Он получается верхнюю картинку Частично перекрывал То есть она была прозрачной Ну и соответственно Как бы у нас пробивалась нижняя картинка Для этого надо 100 включить Но следующая проблема Слишком узор опускается вниз Почему? Потому что он, ну, здесь он получается черный Здесь получается он максимальный Максимальная вдавленность Это по самый пол получается То есть нам надо эту картинку сделать Посветлее получается Для этого мы возвращаемся к левелу Который у нас уже есть в этой сцене И просто повышаем ему яркость Регулируя тем самым Нижнюю точку Глубину Данного рельефа Так, я хочу попробовать Вот этот момент убрать В принципе ничего страшного нет Но Надо попробовать Как получится Так, проверяем Параметры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну Все работает нормально Так, этот Так, проверим толщину в целом Все, все параметры работают правильно Так, сделаем какой-нибудь другой узор Так, пройдемся теперь по Normal Map и Occlusion Так, стоп, сбились настройки Нажал Apply Так, все Все работает хорошо На этом, думаю Будем заканчивать Остальные Получается, что я там перечислял Не успел второй узор Но это значит на потом Ставим Буду заканчивать Так, буду заканчивать Пройдусь по всем параметрам Как проверю Как они вообще работают А, кстати, да Вот этот один момент Я пропустил На втором болте Тоже про что я говорил Что вот этот разрез Он здесь Но он здесь выглядит по-другому Сейчас приведем его К тому же виду Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну кстати можно допиться вот таких эффектов тоже в принципе интересно выглядит так эти все параметры я проверял и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...